Библейский портал экзегет.ру представляет Шестнадцатая глава второй книги Хроника Лепара Лепоменон И у нас идет речь про царствование осы Такого хорошего царя Южного царства, иудейского Это редкость в этом перечне царей Чтобы царь действительно исполнял все повеления Господа Наверное, поэтому о нем рассказано довольно подробно И первые тридцать пять лет не было войны между двумя царствами После того, как иудеи отбились от нападения израильтян Но вот не вечно это перемирие На тридцать шестой год его царствования осы Большой царь Израиль, еще один новый северный царь Начал войну с иудеей, стал укреплять крепость раму Чтобы никто не смог ни проехать во владение осы царя иудеи Ни выехать оттуда Понятно, что торговые и прочие всякие пути Они пролегали в основном с севера на юг Потому что к западу море, к востоку Сирийская пустыня, там не проехать И, по сути дела, это экономическая блокада То есть, судя по всему, была довольно интенсивная Международная торговля И, конечно, это было очень выгодно А тут вот никак не получается торговать Тогда оса что сделал? Вот мы думаем, он замолился Господу Да, но если бы оса только сидел и молился, наверное, бы ничего у него не получилось Взял серебро и золото из сокровищниц Господнего храма Между прочим, да, то есть Эти сокровищницы, это не то, чтобы какой-то сугубо ритуальный фонд Куда нельзя просто вообще даже соваться А это деньги вот на крайний случай Из дворцовых сокровищниц И отправил его Банхададу, царю Арамеев, правителю Дамаска Велев передать ему Мы с тобой союзники, союзниками были наши отцы Это серебро и золото я посылаю тебе в дар Расторгни союз с большой царем Израиля, чтобы он отступил от моих владений Ну, понятно, если смотреть на карту Внизу иудейское царство, выше, то есть севернее израильское Еще выше и восточнее сирийские или арамейские государства С центром в Дамаске Если у северного царства возникнут проблемы на границе с Сирией То от южного им придется отступить Банхадад согласился с царем Асу И отправил своих полководцев в поход на израильские города Они захватили города Ион, Дан, Авел, Маим И крепости со складами в земле Нефалима Узнав об этом, Баша перестал укреплять раму Бросил начатую работу Царь Аса собрал всех иудеев, чтобы они унесли из рамы камни и бревна Которые Баша использовал для строительства крепости Из них царь Аса построил крепости Геву и Мицпу Ну вот, сам взял строй материалы Это же ценная вещь И использовал для себя Тогда к иудейскому царю Асе пришел провидец Ханани и сказал Ты обратился за помощью к ирамейскому царю А не к Господу своему Богу За это войско ирамейского царя смогло избежать твоей руки Ничего себе То есть он его ругает за это? Могучее войско кушитов и ливийцев А это был Зарах Кушит, который нападал в его же царство неназначительно раньше Со множеством колесниц и всадников Даже его Господь предал в твои руки, когда ты обратился к нему Очи Господа видят всю землю Он укрепляет тех, кто верен ему всем сердцем А ты поступил глупо И отныне обрек себя на войны Аса разозлился на провидца и даже посадил его в темницу Так сильно прогневали его эти слова И другие люди пострадали тогда от Асы Интересно Смотрите, пророк упрекает его в маловерии А если бы он просто вот сидел и молился Разве бы ему удалось отвратить от себя эту угрозу? А пророк считает, смотря как молился А может быть, можно было использовать золото Он нигде не упрекнул его, что ты взял золото из храма Как ты смел? Нет Ну, ты понадеялся на соседнего царя, а не на Бога Может быть, проблема как раз в том, что не молился Что вот действовал-то вроде бы и разумно Но не сопровождал это молитвой о помощи Ну и мне кажется, что здесь как раз та самая ситуация Когда оставляется за человеком свобода выбора Вот его Господь не покарал, не наказал никак за это Но мог бы он победить и Арамеев тоже Потому что Арамеев, в принципе, в данном случае помогли Но они скорее враги, чем союзники И надеяться на то, что они всегда будут помогать Никак не приходится Но все-таки вот здесь такой вывод оставляется открытым Вот как вы хотите к этому относитесь Все Деяниасы от начала до конца записаны в книге царей Иудея Израиля Она до нас не дошла Может быть, может быть, правда, это ссылка на ту самую книгу царств Или цари, как ее называют по-еврейски Которая до нас дошла, как раз и вошла в Библию На 39-м году своего царствования Ассад заболел Тяжелая болезнь поразила его ноги Она даже в таком положении, он обратился не к Господу, а к врачам Вот человек иногда меняется, да И, может быть, его вера ослабевает Опять-таки, не сказано, что за это он был наказан А вот просто такое замечание Когда Ассад почил с предками, а он умер на 41-м году своего царствования Его похоронили в городе Давидовом, это центральная часть Иерусалима В усыпальнице, которую он заранее приготовил для себя Его положили на ложе, полное благовоний, разных благоуханных масел И на похоронах его устроили большой костер Костер довольно неожиданно То есть, вообще, бывает два основных вида погребения Это захоронение в землю и сжигание трупов И в Израиле все время захоронение в землю А его, что ли, сожгли? Вот напрямую не сказано, непонятно Может быть, была какая-то заразная болезнь Или они ее ощущали как заразную Поэтому сожгли, чтобы не распространять заразу Вот неясность какая-то, да? Вот как в жизни Ассы был такой период безусловного доверия Богу А в конце все как-то стало расплывчато и непонятно Так и про его погребение абсолютно ничего не понятно Ну, дальше будет у нас следующий царь в 17 главе Иосафат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok